На каком расстоянии от границ участка можно сажать кусты и деревья? Ответ на этот вопрос зависит от того, где располагается участок. На территории СНТ, для садоводства, огородничества, дачного хозяйства или же в пределах населенного пункта ИЖС и ЛПХ. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, для СНТ действуют единые правила по всей стране. В них предусмотрены следующие минимальные расстояния деревьев и кустарников от границ соседнего участка. Высокорослые деревья 3 метра, среднерослые 2 метра, кустарники 1 метр. При этом отсутствуют утвержденные нормативы для определения высокорослых и среднерослых деревьев. Но на практике к высокорослым относят, как правило, лесные деревья. Ель, сосна, береза и так далее. Что же касается участков для ИЖС и ЛПХ, то минимальное расстояние до границы участка от высокорослых деревьев 4 метра, от среднерослых 2 метра, от кустарников 1 метр. Но при этом следует учитывать местные правила землепользования и застройки, действующие для определенного населенного пункта, где расположен участок для ИЖС или ЛПХ. Ознакомиться можно на сайте муниципальной администрации. Если в них предусмотрены иные расстояния, суд примет их в случае спора. А добиться спила соседних деревьев и кустов, не соответствующих нормативам, можно только в судебном порядке. Но для этого придется доказать, что они создают препятствия в использовании земельного участка. Например, затеняют его. Друзья, пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. Все мои контакты есть в описании к видео по ссылкам. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok